Добрый день. В эфире телерадиокомпания «Губерния 33». Программа «На всё Владимирское». Меня зовут Александр Козлов. Гость программы сегодня Лидия Смольна, вице-губернатор Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Лидия Филипповна, добрый день. Добрый день. Поводов для разговора у нас сегодня несколько. Во-первых, с Лидией Филипповной мы первый раз встречаемся в этом году и имеет смысл подвести итоги года 2016. Потом поговорим о том, как начался 2017 год. И тут у нас есть масса интересной и, я думаю, интересной в первую очередь для телезрителей информации, касающейся общедомовых нужд и начисления платы за них. Поговорим о взаимоотношениях наших с «Газпромом». Ну, вот так вот обозначу, пока расплывчато, потом сформулируем конкретнее. Лидия Филипповна, давайте вот я предлагаю начать все-таки с общедомовых нужд и того, как были начислены платы за общедомовые нужды в январских квитанциях. Я думаю, просто наших телезрителей это больше всего сейчас волнует, несмотря на все объяснения. С 1 января новый порядок начисления УДН у нас вступил. И с первыми же квитанциями космические цифры многие люди увидели. Управляющие компании получили право без согласования с жителями установить, повысить размер тарифа на содержание и текущий ремонт жилья. Они это сделали, но сделали по максимуму. Это вызвало недовольство. Вот вообще вся эта ситуация, какова ваша оценка? Как вы ее можете охарактеризовать со стороны управляющих компаний, со стороны введения этого нового порядка в целом начисления УДН? Ну я бы сказала, что такой порядок был введен федеральным законом. И с 1 января 2017 года применяется на территории всей Российской Федерации. С чем это было связано? Это было связано с тем, что до 1 января 2017 года общедомовые нужды выставляли ресурсные организации, поставщики коммунальных услуг. Которые зачастую точно так же эти общедомовые нужды в несколько раз превышали индивидуальное потребление. Народ жаловался, возмущался. Правительство приняло решение все-таки организациям, которые управляют жилищным фондом, то есть управляющим организациям, взять на себя эту функцию, перевести коммунальную услугу в жилищную. И более того, быть заинтересованы в экономии ресурса. То есть если управляющая организация, вчера ей было все равно, сколько жителю выставляют ОДН, сегодня, с 1 января 2017 года, они должны наметить ряд мероприятий, которые энергосберегающие, которые как раз им позволят уменьшить плату за общедомовые нужды. То есть они сами приобретают ресурсы, я имею ввиду управляющие организации, там электричество, воду на эти коммунальные ресурсы для обслуживания общедомового имущества и сами за него же расплачиваются. Да, естественно, для того, чтобы правильно рассчитать эту доплату, которую необходимо включить в жилищную услугу, необходимо было сделать анализ за среднемесячное потребление ресурса за предыдущий период. У нас во Владимирской области очень многие дома были на прямых договорах, то есть минуя управляющую компанию. Но мы приняли постановление губернатора, приняли его в октябре, и с 1 января 2017 года мы установили предельный уровень норматива. То есть это выше нельзя применять норматив на общедомовые нужды. Что хочу сказать, собирали управляющие организации, и в декабре у нас были совещания, и до этого мы всем объясняли, что выставлять плату за общедомовые, рассчитывать и выставлять необходимо, исходя из среднемесячного потребления. К сожалению, не все управляющие организации нас услышали, и их таких у нас оказалось всего 13 управляющих организаций, и 6 ТСЖ, которые не удосужились посмотреть среднемесячное потребление за 2016 год, и ссылаясь на власть, на то, что есть нормативы утвержденные, умножили... Ну норматив по максимуму. По максимуму. Естественно, выставили эти платежи людям. Мы знаем эту ситуацию. Более того, мы промониторили в целом по области, что происходит. И все эти 19 организаций, еще раз повторюсь, 13 управляющих организаций, и 6 ТСЖ, и ТСН, и ЖСК, все провели с ними расчеты отдельно, со всеми повстречались, и было дано им предписание, жилищную инспекцию, привести в соответствие. И сегодня у нас наступил тот момент, когда уже управляющие компании пересчитали по среднемесячному по январю, и должны исправить эту ситуацию в феврале. Наша задача сегодня, поручение дала губернатору области Светлана Юрьевна Орлова, привлечь, ну в первую очередь, жилищную инспекцию, как организацию, которая обязана контролировать правильность начисления за жилищно-коммунальные услуги. Второе, все общественные организации, которые есть на территории области, у нас сегодня есть и муниципальный жилищный контроль, и проверить по каждой управляющей компании, они исправили сложившуюся ситуацию или нет. Мы эту работу проведем, и в случае, если какая-то управляющая компания не приведет в соответствие, мы будем принимать меры. Что хотелось бы отметить, что из этих 13 управляющих компаний, на которые по предельнику применили, практически 11, это управляющие компании города Владимира. То есть, услышали, нас услышала вся область, и по среднему нормативу рассчитали, вот только не услышали почему-то в городе Владимире. Конечно, здесь есть и недоработка местных властей, я так считаю, потому что мы неоднократно собирали главу, объясняли, что порядок поменяется. Наша задача, чтобы плата, если она убирается с коммунальной услуги, а добавляется в жилищную, чтобы это было не выше, чем платили вчера. Но что еще хотелось бы отметить, у нас, вы знаете, в области создан областной расчетно-кассовый центр, который работает уже на территории, наверное, нескольких муниципальных образований, выставляет услуги 100%, и жилищную услугу, и коммунальную услугу. И там, где жители получили единый платежный документ, они сразу увидели, что с коммунальной услуги это ушло, а в жилищную добавилось. По городу Владимиру управляющие организации не все работают через ЕРКЦ, и люди сами выставляют. И когда люди увидели квитанцию за жилищную услугу, и вдруг увидели, что она увеличилась на 100-200 рублей, по-разному, а не видят пока, они не получили квитанцию за коммунальную услугу, в частности электроснабжение, все, что больше всего вызвало недовольство жителей, они этого даже не могут увидеть. А как вы думаете, почему именно во Владимире вот так вот управляющие организации поступили? Это расчет на что был? На то, что здесь люди побогаче денег, что называется, заработать побыстрее? Или попытка на власть надавить, чтобы откатило каким-то образом? Да нет, я думаю, что власть-то ничего не нарушила, потому что власть, подписав постановление, рассчитав норматив предельный, она, в принципе, руководствовалась постановлением правительства, федеральным законодательством. Я так думаю, мое личное мнение, что многие управляющие компании, мы их знаем, встречала с директорами, ну, так если сказать языком простым, надеялись, что прокатит. То есть, вот мы выставили по предельнику, ну, нам же его утвердили, ну, если пройдет, значит пройдет. Не прошло, потому что правильно возмущаются жители, мы не понимаем, почему мы платили в общедомовых нуждах там по 50 рублей на электро... А сейчас 300. А сейчас 300. А что случилось? В принципе, ничего не поменялось. Ну, такая вот нехорошая ситуация. Ну, хотелось бы единственное, что сказать, что, ну, к сожалению, такая ситуация везде в стране. То есть, она не только по Владимирской области, везде в стране. Вот, кстати, вот к этому у меня еще такой подвопросик есть. На встречах с представителями, там, органов местного самоуправления, государственных органов, представители управляющих организаций говорят, что вот этот новый порядок начисления ОДН, он им может принести убытки. Ну, там, в частности, если дома со сверхнормативными потерями по ОДН, да, то оплачивать-то их всяко должна уже управляющая организация. По вашей информации, как много у нас домов, где вот эти вот потери за счет общедомового имущества, да, и обслуживания его сверхнормативные, как много вообще на самом деле управляющих компаний могут потерять? Или это они тут прибедняются? Ну, первое, о чем хочу сказать. Значит, выставляются общедомовые нужды на водоснабжении. Ну, вообще, по них у нас жалоб нет, и вопросов нет, и проблем нет. И основной вопрос, о котором сейчас идет речь, это электроснабжение. Что такое потери электроснабжения? Давайте об этом говорить. Это когда соседи воруют, правильно? И не платят за... Есть подключения. Да, есть подключения несанкционированные. Или когда та же управляющая компания, с чего я и начала, она не заинтересована в экономии ресурса. То есть не ставятся ни датчики движения, ни энергосберегающие лампочки в подъездах и так далее. Горит оно и горит. Горит. Ну, а за это люди же платили. Сегодня управляющая организация, если она, в чем и смысл данного закона, если она за это будет платить, она должна быть, как никто, заинтересована в исправности... Чтобы минимизировать это все. Да, в исправности общедомового прибора учета, чтобы он был исправен. Она, как никто, должна быть заинтересована в том, чтобы энергосберегающие технологии применялись в данном доме. И точно у нее сегодня появилось право применять, находить вместе с старшими по домам, вместе с жилищной инспекцией, вот факты... Незаконного проживания в доме? Или непроживания, незаконного потребления ресурса. И в этом случае уже жители будут нести ответственность, при том там приличные штрафы за несанкционированное потребление энергоресурсов, или вмешательство в работу и индивидуальных приборов учета, и общедомовых приборов учета. Вот идеология вот такая. Но я хочу сказать, во Владимире у нас достаточно активное население. И практически во всех домах, ну во многих домах есть старшие по домам, старшие по подъездам. Это как раз те люди, которые и вместе с управляющей компанией будут снимать показания приборов учета, и которые будут видеть, что хватает управляющей компании на оплату общедомовых нужд, или не хватает того норматива, который... Такой прибавки к тарифу, который... Да, ну к жилищной услуге. И законодатель дал право, если управляющей компании недостаточно на общем собрании, принять решение об его увеличении. Но вот это вот без общего собрания, это единственный раз был, который уже прошел. То есть в дальнейшем все через общее собрание. Это право у жителей никто не отбирает. То есть сейчас, подводя итог этой теме, сейчас мы ждем февральских квитанций, смотрим, какие циферки придут в них, и уже потом в дальнейшем. Ну и хотелось бы обратиться к жителям, что в случае, если вы обнаружили, что врач-компания выставила вам жилищную услугу по той стоимости, которая была неправильно рассчитана, обращаться обязательно в жилищную инспекцию, для того, чтобы у нас были сразу основания проверить. Хотя мы и так, ну, себя эту работу не снимаем. Хорошо. Давайте к итогам 2016 года. Если вообще брать жилищно-коммунальную сферу нашего региона, ну, какие бы события вы в 2016 году отметили, как наиболее определяющие для сферы ЖКХ? Ну, 2016 год у нас есть о чем говорить. Ну, я бы так очень коротко на всех направлениях. Переселение. Из ветхого аварийного фонда. Из ветхого жилья в нормальное жилье. Значит, занимаем мы по стране лидирующие позиции, входим в десятку лучших субъектов. 129% мы выполнили показатели, которые установлены правительством. Три дома у нас строятся. Осталось нам для завершения программы построить три дома. Это Гусь, Ковров и Собинка. И до 1 июля 2017 года все, кто был в программе, 13-17 люди или дома, они все будут переселены. Все будут переселены. У нас никаких опасений нет, деньги есть, все у нас законтрактовано, все нормально. Что касается капитального ремонта. За 2016 год мы отремонтировали 567 домов. Это на 3% больше, чем в предыдущем году. Но нам очень приятно, когда на селекторе, который был на прошлой неделе, министр строительства Мень Михаил Александрович отметил Владимирскую область, которая занимает по реализации программы третье место по стране. То есть не по ЦФО, по России? По стране. После Татарстана и Тульской области, Владимирской области, по реализации программы, там какие показатели учитываются? Количество домов, которые подлежат ремонту. И самое главное, основной показатель, это чтобы деньги, которые собираются с населения, не лежали, а были направлены на капитальный ремонт. У нас этот показатель больше 90% направляется на капитальный ремонт. Мне тут сразу хочется уточнить у вас по капитальному ремонту. А может быть предусмотрено для регионов лидеров, которые в этом направлении работают очень успешно, какая-то дополнительная поддержка со стороны федерального бюджета? Ну, раз уж лидеры, почему бы не поддержать? Ничего об этом не говорится? Внесены изменения в 185 закон. Это поддержка через госкорпорацию фонд ЖКХ. Но она предусмотрена не для лидеров. Там заявится может любой субъект. Там идет речь о софинансировании домов за счет бюджета, которые на спецсчете, это значит, мы сами для себя деньги собираем и сами решаем, куда их потратить. И которые при капитальном ремонте, и сами принимаем решение, выполняют тот вид работ, который экономит ресурс, то есть направленный на энергосбережение. Мы, конечно, такой анализ у себя сделали по домам, которые планируются к капитальному ремонту в 2017 году, пока не готовы заявиться на поддержку федеральную, потому что домов со спецсчетами у нас много. Но те, которые принимают сами, насобирали достаточно средств, и которые принимают решение провести капитальный ремонт, у нас их не так много. Для моего дома это была бы большая поддержка. У нас есть другая программа, у нас единственных в Российской Федерации, где Слава Юрьевна приняла решение, и мы провели анализ, дома с высокой собираемостью по капремонту 100 и более процентов перенести с капремонтом на более ранний срок. Это у нас называется бонусной программой. Это имеется в виду те дома, которые находятся на счете регионального оператора? Таких домов мы нашли по области, провели анализ еще в начале 2016 года. У нас их было 73. Тем не менее, те, которые действительно подлежат ремонту, и жители приняли решение, у нас оказалось 41. Они у нас включены в программу на 2016 год со сроком реализации в 2017 году. Разработана проектно-смертная документация на эти виды работ. И они у нас все будут ремонтированы в этом году. Ну, единственный, правда, прецедент в стране, вот мы с нашей бонусной программой. То есть жители, которые платят за капремонт, мы приняли решение, их надо вот как бы... Было бы очень хорошо, если бы на спецсчетников это тоже распространялось. Очень хорошо бы. Какие еще итоги 2016 года вы бы отметили? Ну, я бы отметила, по модернизации коммунального комплекса, хочу сказать, что мы один из субъектов, у которого заключено 20 концессионных соглашений. И это более 13 миллиардов рублей инвестиций на все годы этих концессионных соглашений. Ну, мы, правда, отмечаем, что у нас в основном концессионер идет в тепло. Это основная наша отрасль, куда идут 17 концессионных соглашений. И что такое концессионное соглашение? Это когда у нас строятся новые котельные, строятся новые сети. И мы об этом неоднократно говорим, что мы за вот эти вот 3,5 года построили 88 новых блочно-модульных котельных. Более того, мы строим их и с федеральной поддержкой. И в прошлом году тоже знаковое событие. Мы в Киржаче сдали котельную новую с поддержкой госкорпорации Фонд ЖКХ. И это была первая котельная, которую мы сдали в Российской Федерации при поддержке. По этой программе? По этой программе. Мы были первые. Естественно, у нас находится принято положительное решение в госкорпорации по строительству на 97 миллионов по строительству двух котельных в Камешково в нашем моногороде и сетей. И зарегистрирована заявка, по ней будет принято решение в начале марта по срокам по строительству котельных в Суздале в связи с тысячелетием. Это также уже поддержка федеральная. То есть она уже обещана, уже мы ее получим. Да, мы уже получим. Заявка принята, значит она отработана. Не так много времени остается. Я хочу вам вот какой вопрос задать. В прошлом году Светлана Юрьевна заключила соглашение с Газпромом о реструктуризации нашего долга перед Газпромом за потребление. Был составлен график погашения этой задолженности и дорожная карта. И вдруг неожиданно тут выяснилось, что оказывается из этого графика погашения задолженности мы, во всяком случае информация такая стала проходить, мы выбиваемся. Мы отдали меньше долга, чем должны были. А это соответственно и программа газификации возможно, и социальные программы совместные с Газпромом. Что происходит? Как бы вы это написали? Для нас газификация области это первоочередная задача. И подписана программа 16-20 по газификации области. Впервые Газпром включил все наши объекты, которые мы просили включить. И 2,5 миллиарда инвестиций. И естественно, не выполняя графика гашения долгов за газ, эта программа не может быть выполнена. О чем бы я хотела бы сказать? Значит, для Газпрома самое главное, чтобы субъект рассчитывался за газ своевременно. Если говорить в целом по всей организации, которые потребляют газ, в том числе и население на территории Владимирской области, то у нас уровень оплаты всех потребителей, и федеральных имеется в виду Минобороны, и теплоснабжающих организаций, и коммерческих потребителей за 2016 год составляет 98,2%. Это при том, что по стране средний уровень оплаты 96,7%. То есть у нас уровень оплаты выше... Но это текущее потребление, вы имеете в виду. Текущее потребление газа оплачивается. Да, это то, о чем мы говорим. Кто нас подвел? Федеральные структуры нас подвели, мы об этом знаем. По области это Минобороны России в первую очередь, где уровень оплаты где-то около 40%. Следующий, о чем мы говорим, это теплоснабжающие организации. Теплоснабжающие организации, которые включенные в график, рассчитались за газ в целом 110%. А в декабре месяце уровень оплаты составил 142%. Это в связи с тем, что некоторые перевыполнили свой график. Это Муром, это Петушинский район, Вязниковский район, предприятия этих районов. Но да, у нас есть одно из предприятий, это Александровская коммунальная система, которая не справилась с поставленной задачей. Во-первых, это частные предприятия. Оно принадлежит частнику. То есть они в принципе не хотят гасить этот долг? Или они каким-то образом уходят от этой обязанности? Значит, ну в принципе, я не знаю, хотят они, не хотят, но за газ не рассчитывается. Но здесь получается, что только в сентябре прошлого года этот злостный должник по решению арбитражного суда, директор этого предприятия Александр Гудыма, приговорен к двум годам колонии. То есть, понимаете, вот такая ситуация на предприятии. Я считаю, что здесь не область должна работать с этим должником, а поставщик газа. Потому что если в 2013 году долги были 238 миллионов, то у поставщика газа были все основания вводить процедуру банкротства и наблюдения. Но мы дождались, когда их будет 500 миллионов, 512 на 1 января. А только после этого было подано на банкротство. Хотя мы об этом неоднократно говорили и поставщику ресурса, и администрация Александровского района. Должная администрация Александровского района принимала также все меры. Мы изменили схему теплоснабжения, создали муниципальные предприятия АТС, которые конечным было поставщиком ресурса, то есть собирала деньги. То есть здесь, я считаю, недоработка не только власти. И мы об этом знаем. И, естественно, перед «Газпромом» мы обязательства в целом по области выполнили. Выполнены нами. И об этом мы говорили. То есть за счет других территорий, других смаживающих организаций. И даже надо дать должное, что даже наш «Газпром» отметил, что у нас сократилась дебиторская задолженность на 146 миллионов. Сократилась задолженность. Это впервые с 2010 года. То есть у нас сейчас такая положительная динамика по расчетам за газ. И мы ее будем сохранять. То есть это означает, что вот те запланированные мероприятия по газификации «Газпромом», которые в области должны быть, по социальным программам, в том числе в области спорта, они как бы сейчас ни под какой угрозой не находятся? Нет, они не находятся под угрозой. Более того, я вам хочу доложить, что на прошлой неделе я была в «Газпроме» в Санкт-Петербурге, ну в Межеонгазе, и мы обсуждали вопросы газификации Владимирской области. И у нас на сегодня уделяется со стороны Межеонгаза большое внимание проектированию объектов. У нас сегодня находится на проектировании 29 объектов Владимирской области. То есть на селенных пунктах? Ну да. По некоторым начинается строительство в этом году, по некоторым в случае прохождения экспертизы, эти работы будут начаты в следующем году. Поэтому никаких опасений, что у нас приостановится газификация области, у нас нет. Более того, по результатам моей встречи, я хочу сказать, что на 2018 год принято решение, уже в проекте программы «Газпром детям» включены 6 объектов Владимирской области, 6 спортивных объектов. Поэтому... Хорошо. Хорошо. Лидия Филипповна, у нас совсем немного времени осталось, но я вижу, вы сегодня к нам не с пустыми руками пришли, а с книгой. Я вижу отсюда ее название. «Русские женщины» Николая Алексеевича Некрасова. Можно ли узнать, по какой причине сегодня вы с такой книгой к нам пришли? Ну, наверное, все знают, что сегодня у нас день... Святого Валентина? Святого Валентина. Ну, уже вы отмечаете. Нет. Ну, я хочу сказать, конечно, любой праздник, который направлен на улучшение семейных отношений, и это всегда нами воспринимается положительно, но для нас более такой святой праздник – это День семьи, любви и верности. Но у нас сегодня в стране и в Владимирской области другой праздник – это Международный день книгодарения. А, у нас альтернативный праздник. Да, я вам хочу подарить книжку, пусть она останется, которая называется «Действительно русские женщины», пусть она останется в вашей редакции, как первая книга, подаренная в День книгодарения. Спасибо большое. Потому что самый лучший подарок, никто этого не отменял, это все-таки книга. Спасибо большое, Лидия Филипповна, я обязательно покажу всему нашему коллективу, и она у нас, да, будет храниться. Спасибо большое. Надо будет к следующему дню книгодарения и нам подготовить свой подарок. Напоминаю, что сегодня в гости в студии была Лидия Смольна, вице-губернатор Владимирской области по развитию инфраструктуры ЖКХ и энергетики. Лидия Филипповна, спасибо большое. Вас с праздником книгодарения. Спасибо. Вас тоже с праздником. Меня зовут Александр Козлов. Записи всех наших программ можно найти на сайте губернии 33, адрес trc33.ru. До встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok